МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире экстренный выпуск новостей НТС. И начнем с того, что сейчас происходит на нашем канале. Сегодня примерно в 5 часов дня, когда творческий коллектив НТС, как всегда, готовил программы для эфира, в офис телекомпании пришла группа судоисполнителей в сопровождении милиционеров. Они заявили, что на руках у них имеется решение Бишкекского межрайонного суда о наложении ареста на имущество телекомпании. Одновременно здание НТС отцепили милиционеры. Я думаю, не все толку, да, наверное? Да, мы, да. Сотрудники. Ребята, нас вводим. Я главный режиссер. Еще две камеры. Несколько камер, скажи, а? Все подряд сижу. Полный, да, камеру, пожалуйста. Еще коротко. Документ, да, решение вручить. Судебное решение Варвара. Отличный директор, да. Вы полномоченный получите? Нет, у меня генеральный директор. Я бы сказал, что сейчас уже еще было. Это вот само заявление, да? На имущество? Да. Оборудование. Дземидович Елены Игровны. Да. А кто это? Это представитель. Вышли воспринимать, вспомнил, это занятие, я говорю, что... Вот, 17-го года, 12... 19-го числа, вот... Так быстро? Это обеспечить. Это обеспечить. Это обеспечение. Территория Граджбурга, подавленная скачка, на улице, встреча, даты, 12-12. Опринять номерку обеспечивающего по экономическому делу поисковым заявлением компаний Грексон Керталл ТЛТД, по информации КОП, ГИО, по СОК, РАСМЕДИЯ, по СОАЯ, в третьей лице, по СОК, телеведикам, компания Новокомедион СЕК, по ССК, МРО. Признание недействительность решения участника МРО СОРА ЯНОС от 6-го, 10-го месяца, 11-го года, о признании недействительность вопроса обвязывания. Так, установил. Так, 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 так. Вместе с ИСКом в суд, вот, представитель компании Грексон Керталл ТЛТД, 10 407 27 29 24, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 26. Это не наша машина. Мы их на бартерной основе получили и обратно, как бы, в счет, в счет у нас долба. После принятия определения, если вы считаете, оно не полностью будет взорвано. Частично. Видимо, что еще вы видите факты. Представитель ИСЦА считает, что поскольку предметом исковых требований является признание решения о ликвидации баланса УСОА ЯНТ от 6.10.11 года недействительным, в рамках которого не была отражена кредиторская задолженность УСОА ЯНТ на момент принятия исправимого решения перед истинством в суде, 2.457.25.06.2009 года. ИСЦА полагает, что необходимо принять меры по обеспечению исков в виде наложения ареста на активы при ликвидации. На момент ликвидации суммы разные, абсолютно. Представитель ИСЦА также указывает, что принять... Так, если не принятие таких мер может затруднить или сделать невозможное исполнение решений в судам, согласно методистике 44 ГПК КАР, то есть сроку мерами по обеспечению исков в виде денежных средств, принадлежащих ответчику и находящихся у него или в любви, однако есть ЦОН. Мы сейчас должны все свернуть и прекратить вещание, закрыться, все здесь, опечатать. Фактически сейчас, вот ваше действие конкретное, что в лукальном определении наложить арест, а также запретить, что надо запретить на полный судал, что не исполнить. На исполнение, вот, третий пункт идет, до рассмотрения дела и внесения решений судом наложить арест и запретить ответчикам распоряжаться движенным имуществом, телекоммуникационным, офисным оборудованием, любым оборудованием по передаче данных и телеради вещами, включая передачи цифровых и ради... Что там ради чистого? Сейчас генеральную выручку, сейчас подъедет. Сейчас наши адвокаты едут, да, сейчас пару минут будет. И руководство, и адвокаты. У нас заместитель нет. Генеральный директор. Он уже подъезжает. Через 5 минут. Пока можете присесть. Сейчас подождем. Подождите, скоро вы. Они нам дышат ее? Ну пока. Пока фотографии есть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я думаю, не все толкуют, да, наверное? Там сотрудники. Документ, да, решение, судебное решение, Варвара Аркадьевича. 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 Прямо сейчас у нас в студии главный редактор телеканала НТС Мирджан Былбаев. Мирджан, скажите, вот мы рядовые сотрудники НТС, мы так и не поняли, что сейчас произошло. Объясните, пожалуйста, ситуацию. Честно говоря, всех деталей происходящего я не знаю, именно суть претензии какая. Точно знаю лишь одно, что примерно в пять часов после пяти вечера на канал явились судоисполнители, в сопровождении двух десятков сотрудников милиции, предъявили решение Бишкекского межрайонного суда, на основании которого на имущество телеканала НТС должен быть наложен арест. Ну, если вот зрители успели заметить на бумагах, там, если я могу ошибиться, иск подала как некая компания Grigson Capital, я точно название не запомнил. И, насколько я знаю, я тоже могу ошибиться, юристы точнее скажут позже. Сейчас они как раз общаются с судоисполнителями. Суть претензий я не знаю, но эта компания Grigson Capital подала иск против компании Аянт, если не ошибаюсь, которая уже несколько лет, лет 6-7, она ликвидирована против этой компании Аянта. Этой компании нету, которая когда-то якобы владела имуществом телеканала. Наши юристы говорят, насколько я понял, то есть решение суда, основанное на претензиях к несуществующей уже компании, оно не имеет силы, необоснованное, скажем так. Сейчас эти споры, насколько я знаю, продолжаются. Наши юристы, руководитель телеканала сейчас общаются с судоисполнителями. Суть претензий, на основании чего, почему эти претензии предъявляются, я не могу сказать. Информация не располагает. Но могу то, что происходит сейчас, прокомментировать. Наше здание, территория была моментально взята в оцепление сотрудниками милиции. То есть очень затруднен выход, то есть очень затруднительно нашим сотрудникам выйти и зайти. Проверяют все, то есть вынос имущества. Ну, имущество мы и не выносим. Вот у нас молодой журналист, она попыталась выйти со своим личным ноутбуком, с которым она всегда работает, ее не выпустили с ноутбуком. То есть обосновывая это тем, что имущество должно быть описано, а этот ноутбук может оказаться имуществом телеканала. Нельзя, Саня Деменович, давайте еще отметим то, что мы сами были в настоящем шоке от происходящего, потому что мы не были в курсе. Ну, по-моему, никто не был в курсе, даже руководство телеканала, даже наши юристы. Я хочу продолжить именно информацию об оцеплении. Сейчас несколько, около десятка СМИ, редакций отправили своих журналистов к нашему каналу. Удалось пробиться только журналистам, нашим коллегам из-за затыка. Остальные несколько, около десятка, там 5-6 телекамер стоят у ворот нашего телеканала, их не пропускают на территорию нашего канала. Я поведал им о том, что у нас происходит. Ну, действительно, непонимание вызывает, мягко говоря, а так возмущает, то, что других журналистов не пускают для получения информации. Пока вот только это могу сказать. Я хочу попросить вас прокомментировать ту же ситуацию и на Кыргызской территории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...